МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С главными событиями этого дня Олег Сахаров. Бюджет 2016 года не предусматривает индексацию пенсии на уровне фактической инфляции текущего года порядка 12%. По решению правительства в следующем году с 1 февраля пенсии будут повышены лишь на 4%. Только такую индексацию на данный момент может позволить себе новый бюджет. Законопроект главного финансового документа страны на 2016 год должен быть рассмотрен депутатами в первом чтении 13 ноября, сообщил председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Окно возможностей для повторного повышения страховых пенсий остается открытым. Конкретную величину определят исходя из ситуации в экономике, которая сложится в первом полугодии. Прибавку к пенсиям вообще не получат работающие пенсионеры. Таковыми планируется считать тех, кто в 2015 году трудился полгода или более. Продолжится в 2016 году и заморозка пенсионных накоплений граждан. Страховые взносы снова пойдут на выплаты нынешним пенсионерам. В Минфине надеются, что этот мораторий на передачу накоплений станет последним. Отсутствие индексации станет реальностью и у целого ряда работников государственного сектора. Бюджет 2016 года не предусматривает повышения зарплат чиновников, военнослужащих и судей. Планируется также не менять размер материнского капитала за второго и последующих детей, оставив его величину на уровне 2015 года – 453 026 рублей. Социальная же поддержка в целом переводится на рельсы адресности и критериев нуждаемости. Депутаты Государственной Думы в первом чтении рассмотрели законопроект об увеличении налогового вычета на детей и инвалидов. Благодаря поправкам он увеличится в четыре раза. Напомню, сейчас в отношении семей, которые воспитывают кровных или усыновленных детей и инвалидов, размер вычета составляет 3000 рублей. После окончательного принятия поправок он составит 12 тысяч. Увеличится также и перечень направлений расходования средств материнского капитала. Об антикризисной поддержке социально незащищенных семей расскажет Любовь Пермякова. Депутаты Государственной Думы рассмотрели в первом чтении законопроект об увеличении налогового вычета за детей и инвалидов. Это позволит серьезно увеличить государственную поддержку семей с детьми, у которых есть сложности со здоровьем. У родителей, воспитывающих детей инвалидов, будет оставаться большая сумма, которая не будет ими уплачена в рамках стандартного налогового вычета. Сегодня любая семья, воспитывающая ребенка, имеет право на получение стандартного налогового вычета. Это значит, что часть дохода не облагается налогом на доходы физических лиц. В отношении семей, которые воспитывают кровных или усыновленных детей инвалидов, на текущий момент размер вычета увеличивается в 4 раза, сказала Ольга Баталина. Эта мера коснется семей, которые воспитывают кровных или усыновленных детей инвалидов. На текущий момент размер вычета составляет 3 тысячи рублей, 13% из которых не облагается налогом. После окончательного принятия поправок сумма будет составлять 12 тысяч рублей. Опекунам, попечителям и приемным родителям, получающим от государства дотации на содержание и воспитание детей, вычет будет увеличен вдвое с 3000 до 6000 рублей. При этом, если родитель воспитывает ребенка один, то он получает удвоенный размер налогового вычета. Одновременно повышена планка предельного дохода, до достижения которого родители имеют право на его получение. Ранее она составляла 280 тысяч рублей, а в предлагаемом законопроекте повышается до 350 тысяч рублей. Если в семье несколько детей с инвалидностью, то налоговый вычет предоставляется на каждого ребенка. Кроме того, на заседание комитета в Госдуме принят еще один социально значимый законопроект. Материнский капитал разрешат направлять на реабилитацию и социальную адаптацию детей-инвалидов. Расширение мер материнского капитала. На сегодняшний день будут вноситься поправки на то, что материнский капитал можно использовать на приобретение реабилитационной мебели. Может быть, своеобразные вот эти велосипеды для детей-инвалидов, мебель, которую можно адаптировать под нужды ребенка. Кроме специализированной мебели, это могут быть велосипеды для детей, которые страдают церебральным параличом, шведские стенки и другие спортивные тренажеры, которые необходимы для социальной и бытовой адаптации. Также можно будет проходить специализированное лечение и обучение, причем не дожидаясь достижения ребенком трех лет. Оба этих социальных проекта поддержали окружные депутаты. Любовь Пермякова, Владислав Стасюк, Телеканал Север. Соотношение вопросов от жителей города и села примерно 50 на 50. То есть, хочу отметить, что очень активны наши жители сельских поселений. Ну, а проблемы традиционно наболевшие. Это вопросы из социальной сферы, жилищно-коммунальное хозяйство, вопросы развития промышленности, развития поселений. Часть вопросов, поступивших в адрес губернатора, личного характера. Но и эти обращения не останутся без внимания. Ответы на них жители получат по телефону или в письменном виде по почте. Напомню, прямая линия с губернатором округа Игорем Кошиным состоится 27 октября в 12 часов на дорожном радио Наринмар-ФМ и на радио Север-ФМ. В Наринмаре построят новый детский сад на 220 мест. Управление госзаказа объявило конкурс на строительство дошкольного учреждения. Оно должно появиться в микрорайоне авиаторов через два года. 53 дома исключили из региональной программы капитального ремонта в многоквартирных домах. В реестр вошли строения Наринмара, поселка Пискателей, Харивера и села Великовисочное. В Наринмаре построят новый детский сад. Управление госзаказа Ненецкого округа объявило конкурс на выполнение типового проекта и строительство под ключ дошкольного учреждения на 220 мест в новом микрорайоне по улице Авиаторов. Средства на строительство детсада предусмотрены в рамках окружной государственной программы развития образования в Ненецком автономном округе. Детский сад будет возводиться с применением новых энергоэффективных технологий. Объект оснастят системой наружного и внутреннего видеонаблюдения, современной системой пожаротушения. Детский сад разместится в двухэтажном здании из трех секций. Общая площадь помещений составит 3600 квадратных метров. В детском саду будут размещены 10 групп дошкольников, спортивные и музыкальные залы, пищеблок, медицинский кабинет и две прогулочные веранды на каждом этаже. Заказчикам также предусмотрено обустройство прогулочных площадей вокруг садика с установкой игрового оборудования и с безопасным покрытием. Плановый срок окончания строительства объекта по госконтракту – август-сентябрь 2017 года. 53 дома исключили из региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. В реестр вошли строения Наринмара, поселков Пискателей, Харивера и села Великовисочная. Часть строений выбыла в связи с высоким уровнем износа. Другая просто-напросто не является многоквартирными. Подробности у Алены Валии. Аварийные строения войдут во второй этап под программы переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания или с высоким уровнем износа. Его реализация начнется в 2017 году и завершится в 2020. Согласно постановлению администрации региона от 14 октября текущего года, во второй этап под программы войдут дома по адресам. Заводская – 14, Зелёная – 18, Ленина – 26, Пионерская – 6 и 12, Хатанзейского – 11, Южная – 20, 24, 26 и 30. Шестидесятилетие октября дом – 52, Сопрыгина – 16, Евтысова – 1, Меншикова – 8. Три дома по улице Октябрьской под номерами 29, 31 и 34. На улице Пионерской дома под номерами 16, 19, 20 и 21. Совхозная – 9, строительная – 9, корпус А. Также во второй этап под программы по переселению вошли два дома блокированной застройки. По адресам Макарабаёва, 19 и Перерка, 9. В посёлке Искателей ветхими признаны строения по адресам. Монтажников – 1А и 2А, Нефтяников – 24, Озёрная – 5, 8 и 14, Геофизиков – 5 и Тиманская – 24. Из программы по капитальному ремонту общего имущества были исключены строения, которые не являются многоквартирными домами. Это три здания по улице Авиаторов. По одному дому на улицах Заводская, Ленина, Первомайская и Южная. И два строения на улице 60-летия Октября. В посёлке Искателей также из этого реестра исключены общежития – Тиманская – 1, 32 и 33, Газовиков – 4. Эти общежития также признаны аварийными и подлежат расселению и сносу. Кроме этого, согласно техническим паспортам, из программы капремонта исключены ещё пять домов, в которых установлен факт отсутствия квартир. Общежитиями признаны и два дома в сельских поселениях региона – в селе Великовисочное и посёлке Харивер. Владельцы квадратных метров в строениях, которые исключены из списка, будут освобождены от оплаты взносов на капитальный ремонт. Деньги, которые уже внесены, согласно федеральному законодательству, пойдут на оплату работ по сносу зданий. Можно и вернуть средства, которые собирались на обновление. Для этого необходимо обратиться в фонд содействия реформированию ЖКХ. До конца года список аварийных домов, подлежащих сносу, может пополниться. Сейчас в Наринмаре проходит проверка 58 многоквартирных строений. До нового года специалистами Бюро технической инвентаризации также будут обследованы ещё 95 домов. Это дома до 85-го года постройки, у которых нет централизованного водоотведения. То есть, либо нет септиков, либо канализации. Это так называемые выгребные ямы. То есть, понимаем, что с учётом того, что люди самостоятельно благоустроили дома, начали лить по дому, и фундаменты, и кладные венцы гниют. Из программы будут исключены дома с физическим износом более 65%, а также износом основных конструктивных элементов – крыши, стен или фундамента – более 70%. Алена Валей, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Как привлечь в наш регион туристов и какую роль в этом процессе играют средства массовой информации? Об этом буквально через минуту. Арктическая рыбалка, природные заповедники, настоящее мясо и бескрайняя тундра. Что такое туризм по-ненецки? Делегация округа рассказала в Северной столице. Региональные СМИ продолжают обсуждать итоги форума Сезам-2015. На этот раз его главная тема оказалась актуальной как никогда – пиар-власти. По мнению признанных журналистов, новости в стране в последнее время превращаются в откровенную рекламу деятельности чиновников, и это факт. Помимо прочего, форум посвятили ещё одной важной теме. Речь шла о туризме. В силе рядовые представители прессы с помощью своих инструментов завлечь в субъект туристов. Оказалось вполне в силе. Наш корреспондент Олег Катанзейский принял в этом непосредственное участие. А ещё он узнал имена победителей конкурса Сезам. В год победы Великой Отечественной форум СМИ решили провести в знаменитом в Петербурге Доме радио. Именно из этого здания журналисты военной эпохи передавали самые последние сводки с фронта. А уже сегодня, спустя больше полувека, здесь называют имена лучших журналистов уже современной эпохи. Уже по традиции первым делом участников форума знакомят с возможностями регионов. На этот раз с туристическими. Представители 11 субъектов друг за другом рассказывают о привлекательности своей малой родины. Все привыкли думать, что Ненецкий округ – это что-то далёкое и даже загадочное. Но, увы. Очень маленький, компактный город. Всё рядом. Кремль. Он называет себя князем Рюриком, основателем Великого Новгорода. Этот человек в необычном костюме представляет здесь одну из древнейших в России областей – Новгородскую. Для более эффектного выступления профессиональный актёр даже перед журналистами из образа не выходит. Пришёл я, позвали. Гастомысл, другие народы. Приходи, пришёл. Братья взял. Трувор, Синеус. Сели, стали править. И дальше, дальше. И дальше, Киев. И к вам заходил, да. Идти, впрочем, далеко не нужно было. Всего несколько метров, и ты уже на Ненецкой земле. Здесь тебе и чумы, сувениры национальные, даже знаменитая колбаса по-наринмарски. Настоящая. О настоящем севере Людмила Палева знает хорошо. Прокатившись впервые на Ненецких оленях, она написала об этом в газете. Её буквально завалили звонками и сообщениями. Мы, мол, тоже хотим. Расскажите только где. Не только приходится, вообще посмотреть, побывать в чёме, вообще увидеть быт, жизнь, поговорить с оленеводами. Интересно. Об уникальности нашего региона рассказывали на специальной выставке. Её посетил полпредпрезидента по северо-западу Владимир Булавин. Ключевые слова в пресс-наречи вице-губернатора Ненецкого округа. Это арктическая рыбалка, природные заповедники, настоящее мясо, бескрайняя тундра, а ещё охота. Охота привлекает в большей степени это весеннее, когда гусь идёт к нам на север, на свои насиженные места, домой, на родину со всех сторон. И вот самая, наверное, удачная охота. В этом году несколько таких туров было организовано для москвичей, скажем, да, были питерцы, были с Владимира. Пока одни говорили о туризме, другие обсуждали проблемы СМИ. Пресса в регионах словно в замкнутом круге. В новостях чиновники и отчёты об их работе. Ситуацию нужно срочно менять в другую сторону, считают журналисты. Есть некоторые издания, где сплошное селфи губернаторов. И это превращается, скажем, в пиар губернаторов. Хотя вот сейчас дискуссия в кулуарах шла, а слово пиар не носит только отрицательный оттенок. Ведь мы должны рассказывать в том числе и о том, что делает власть, да. При этом репортеры, которые не боятся задавать неудобные вопросы и критиковать чиновников, считают участники форума есть, были и будут. Их резонансные материалы сегодня снова в списке лучших. Например, Анастасия Щербакова не побоялась рассказать о женщине, которая воспитывает 20 детей и до сих пор не имеет собственной квартиры. После репортажа чиновникам пришлось краснеть. Ну, знаете, я честно вам скажу, я не доработала. Это, конечно, хорошая награда, но надо продолжать, потому что эта женщина, она живет в съемной квартире. Большой, но съемной. И у нее до сих пор нет не то, что своего большого улыбного дома, даже квартиры. Поэтому я обещаю вам, что я буду продолжать работать. Мы будем продолжать работать. Для многих журналистов этот форум – возможность познакомиться с коллегами. Ведь вместе они еще сильнее. Только в этом году благодаря их работе удалось вывести на чувствую воду несколько десятков чиновников, которые занимались откровенным беспределом. Лучшая журналистика сегодня в регионах. И я объясню почему. Потому что здесь почти не занимаются копипаст-журналистикой. Здесь честно идут в поле, добывают эти новости, общаются с людьми. Здесь есть настоящий журналистский материал. Нечто, созданное впервые. А вот это принципиально важно. К сожалению, федералы очень часто понакатаны, повторяю. Одним из главных же итогов форума для нас стало создание ассоциации СМИ арктической зоны. Это предложение прозвучало еще в Наринмаре во время Малого форума. Первым делом новая ассоциация объединит всю прессу регионов Северо-Запада, входящих в арктическую зону страны. Возможно, это позволит решить важную проблему – отсутствие закона об арктической зоне. Олег Танзейский, Антон Водряков, Андрей Котов. Телеканал Север. Санкт-Петербург. Всего один день остался у Наринмарцев, чтобы приобрести уникальную продукцию пчеловодства, кондитерские изделия, вятские соленья и конфитюры, а также различные платья и туники, представленные на ярмарке товара Русского Севера. В отделе женской одежды, платья по душе и фигуре сможет подобрать любая представительница прекрасной половины человечества. В этот раз привезли женские платья, туники. Размеры абсолютно от маленького до большого. Большой – это 70-й. Можем одеть любую женщину, хоть с полной фигуркой, хоть молоденькую девушку. Много интересного, а главное – вкусного найдут для себя сваткоежки. Я представляю широкий ассортимент кондитерских изделий из крупных наших городов России. Даже у нас есть конфеты «Казахстан» производитель, очень вкусные. Товар на любой вкус могут подобрать и любители натуральной продукции. В очередной раз я привезла уже в поле бывшиеся семь конфитюры, наши вятские соленья и также мясные деликатесы из свежего охлаждённого мяса, не из перемороженного. Очень вкусные, очень ароматные. Отдельный прилавок отведён для продукции пчеловодства. Здесь представлено более 12 видов мёда, а также забрус, прополис и перга, пчелиный хлеб. Из всех продуктов пчеловодства самый полезный для здоровья, для иммунитета, это идеально. Засваивается эта перга на все 100% организма. Это может применять даже ребёнок с рождения. У жителей Заполярной столицы остался последний шанс, чтобы приобрести уникальные товары русского севера. 27 октября ярмарка будет работать с 10 до 19 часов по адресу 60 лет СССР, дом 2. Такой была информационная картина дня. Следить за информацией вы также можете на нашем сайте. Его адрес www.trk.sever.ru А теперь прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова